итак всех снова приветствую мы снова вот таком вот замечательном месте на такому замечательном аккаунте обозреваем его ниндзя значит снаряды дракона короче хирузен сару топе обычный не этот энсейны не там супер пуперский хирузен но тоже как говорится ничего особенно учитывая что он пятизвездные нафига кому-то хирузен этот пятизвездный нет ничего ты мог бы короче не покупать я бы тебе не советовал его пятизвездным покупать ну разве что по какой-то акции или я не знаю короче смотрим датон где он сначала берется счет я растеряюсь когда вижу таких ниндзя где он берется типа в событии но в принципе на английской версии его цена была 90 купонов возможно сейчас и по 70 купонов его можно купить там с какой-то скидкой так далее но вот такой вот хирузен в принципе датон снаряды дракона земли значит ниндзюцу со стихией земли урон от земли отряду противника выбранный противника прокидывается значит вы выбираете и наносит урон всему отряду выбранного собственно прокидывает мгновенная белка значит перезарядка два раунда два хода подготовка навыка один ход то есть только во втором раунде готовится и расходуют все 40 чакры которые у нее есть дополнительный эффект опрокидывания расход чакры 40 это плохо в принципе и возможно кстати мы не сможем показать вам его объемку возможно не сможем возможно и сможем я думаю сможем да я думаю сможем и показать значит дальше а так отойдется атакует противников перед собой с шансом выполнить комбо x3 и вызвать высокое подкидывание значит я не понял он всех атакует или же одного кого-то ну по-моему одного кого-то так высокое подкидывание здесь опрокидывание у него чизов нету насколько знаю техника призыва обезьяна демонов прям демон применяется в начале боя призывает волшебного зверя обезьяну демона но это эмма обезьяна демон обладает умением обороны техникой замены и способностью к атаке тайдзюцу так ну это собственно та же эмма которая в отдель как отдельный ниндзя есть а здесь у него он просто вызывает ее и все дальше страшка ноги ниндзюцу в начале боя повышается противление у всех ниндзя союзников на 40 процентов на 5 ходов знаете у мината хакаги есть такая же штука она именно сопротивление повышает и тоже на 40 процентов и тоже на 5 ходов я только сейчас это понял ну или я в чем-то ошибаюсь у мината короче хака есть такая способность если я вдруг не так назвал значит техника запечатывания призыв бога смерти после смерти нельзя сразу воскресает тайная техника заменяется призывом бога смерти все прочие навыки утрачиваются призыв бога смерти наносит смертельный урон бойцу и выбранной цели биты этим навыкам нельзя не могут воскреснуть ну это крутая техника реально он очень особенный ниндзя и над ним собственно поработали скажем так и я вот сейчас думаю куда нам пойти показывать вам короче его действия значит нельзя экзамен может быть ну сброс недоступен поэтому здесь мы ничего не сделаем значит сюда может быть здесь что-то можем сделать да здесь курзат хидан ну давайте типа попробуем на легкой сложности все равно то есть мы никакого вреда аккаунту не нанесем этим самым я надеюсь они смогут убить хирузана а нет не смогут слушайте надо показать как он воскресает чтобы показать его опилку хотя может кто-то типа не знает какая у него опилка значит во первых его нужно чтобы он типа танковал поставить в таком случае если мы хотим чтобы он типа вы поняли что творил ты не знаешь что творишь хирузан воистину не знаю что творишь а и слушайте мне наверное еще надо чью или кого там взять чьи и давайте поставим есть у него чью но обычная чью они то где тут чью чикамацу чью чикамацу вот обычная чью давайте ее поставим чтобы типа воскрешала я хочу показать как хирузана можно умно использовать то есть приколы знаете арачимару коноха стрейтер предатель конохи он очень интересный сапш и вот это чью тоже очень интересный сапш давайте вот с этого начнем короче наша задача убить хирузана да наша задача чтоб хирузан сдох падала такая он зараза не будет хотеть этого делать смотрите блин то тут проиграть невозможно чуваки нет но это бред как тут еще и чьи и вы делается то тут чья всех прибьет нафиг что это за дан зовут посмотрите как отжигает это жесть просто ну тогда смотрите его обилку вам вот так вот выглядит короче она скольки выбранный отряд то есть она поражает весь отряд ну бейте уже хирузана вы что не можете его убить ублюдки с куча с куча блин мы сейчас тут пройдемся почему вы бьете этих говнюков почему вы не бьете хирузана он же смотрите какой агрессивный давайте тогда еще долбаню все равно уже нас никто не побьет здесь не знал что будет у нас такая проблема с этим нашим хирузаном вот пятый мы так можем и потерпеть поражение так сказать так счет глючит не понимаю почему почему вы все пьете этих чуваков хирузан для кого стоит я не понял зачем вам это энма короче не суждено нам увидеть как хирузан погибает к сожалению потому что хидан тоже по n металл банет значит давайте посмотрим его характеристики и потестим собственно или в варенье давайте попробуем ну в общем то смотрим он мужчина что несомненно плохо особенно учитывая что он уже старые у него не стоит палка его замечательно вот это вот нефритовый черный жезл его гигантский значит он из конохи и бафается и рукой но бафать его не надо он должен умереть и он каги что на самом-то деле плохо потому что я помню что king как у или ген как у кого-то из них бонус пока не но при этом как бы никаких преимуществ плашка каги не дает то есть если ты каги то это однозначно для тебя плохо тебя будут больнее бить вот такая вот беда что женщиной быть хорошо то есть мужчиной быть плохо и каги быть плохо а он и мужчина и каги одновременно невезучий парень вообще просто жесть значит что-то там смотрим какие у него параметры значит потенциал здоровья 1882 здесь 1900 то есть у него не такой большой но он ему и не нужен потенциал атаки 579 она ему тоже не особо нужно хотя стандартно атака конечно у него неплохая потенциал защиты девятьсот пятнадцать ну так как у гг молния гг молнии на самом-то деле он довольно довольно в танкованный именно по защите потенциал ниндзюцу большой это хорошо и потенциал сопротивления тоже большой но зачем он ему такой большой я не понимаю то есть как бы ну и чё он еще и плюс 7 бафает сопротивление в общем непонятный нельзя почему у него сопротивление такое большое она ему как бы нифига не поможет потому что его казалось бы впереди ставить надо а сопротивление лучше с большим сопротивлением кого-то сзади ставить ну типа по идее его должна защищать энма но мы когда используем этого хероза на мы рассчитываем применять его обилку главную в конце то есть поэтому его лучше ставить так чтобы его типа били и все дела а энмой прикрывать какого-то другого ниндзя ну здесь я ничего не буду тел ой 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 нет здесь мы не получится потому что нужно выставлять команду я не хочу этого делать это потом будут проблемы у того владельца аккаунта значит тогда с попробуем еще на колонах естественно на трех позициях чтобы убедиться что его обилка действует только на одно поле но в общем то прикол в чем что я хотел проверить то есть что он вот это вот воскрешается то что у нас не удалось проверить короче то что он воскрешается хотя может и удастся давайте я сейчас пропущу и меня но в общем то что когда он умер и типа воскрешается чтобы получить чего-то там что он что он получит от воскрешения чтобы захавать кого-то другого богом смерти вот его после этого можно еще воскресить это во первых во вторых если да да он то есть вот это вот перед смертью на него наложить глаз данза то он тоже опять же не умрет то есть хироза на можно сохранить при этом то есть забавно это как так получается вроде же этот бог смерти должен хавать его душу и все дела но такого не выходит то есть выходит что вполне себе можно законтрить побочный эффект его спаси тут данза блин бьет как и тачи сусана ну вы видели короче его опилку уже не раз довольно хорошая кстати опилка ну и давайте же дело в том что в арене мы тоже как бы сильных противников не найдем и в этом вся проблема так ну 3 вот ладно пофигу короче мы отступаем и встретимся когда я убью хирузона и так всех приветствую и чем прикол что мы давайте-ка наложим на хирузона а блин глаз поздно наложил нам нужно посмотреть как он умрет и только черный хиддон справится с этой ужасной задачей и как вы видите мы сейчас выиграем благодаря хирузон так стой стой хирузон ты должен был убить вот смотрите его обилку то есть это с основная его обилка заменяется вот этой вот и кстати почему-то мы на второй скорости и прошли ну да ладно вы видели я вам показал все обилки на этом пожалуй обзор этого ниндзя стоит стоп мне что блин прости чувак что я прошел а он просто вообще не проходил вот эту вот фигню прости чувак извини пожалуйста что я прошел в одиночку тебе вот этот стронха прочинг ну теперь ты хотя бы знаешь как его проходить хотя с твоей мощью это довольно легко я думаю значит в чем прикол что его можно воскрешать но в принципе он на арене хорош опять же на арене всем ниндзя хороши у которые имеют там например какие-то особые способности типа рачимару кануха стрейтера который вызывает из мертвых ниндзя других ниндзя этот кабута который там спавнит всяких говнюков и воскрешает союзных говнюков и так далее значит кто еще хорош 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 ну много кто хорош короче на арене но не хорош в обычной игре в обычной игре этот хирузан ну в один на один так себе то есть если ты такой вот мощный 160 к мощи у тебя то зачем тебе хирузан то есть ты собираешься и чтобы он умирал где-то а его не будут убивать его будут знать что его нельзя убивать и так далее и вообще то есть будет трудно кому-либо убить а урона у него мало то есть он защитный такой ниндзя это большой недостаток причем он не хиллер он просто защитный ниндзя это дерьмове даже чем если бы он был хиллером так что ниндзя не зря он дешевле чем остальные хакаги стоит и он так себе то есть реально ну free to play щек такого бы не купил ну то есть умный free to play щек бы его не покупал потому что есть куда купоны в более крутых ниндзя вложить в того же и тачи сусана как-то где-то его попытаться купить или же там курзат хидан это получше будет но не хирузана сарутопе ну и тем не менее он интересный интересный в принципе его концепция его особая белка налогов которые нету ни у кого другого и на этом я с вами прощаюсь не забудьте поставить лайк если понравился обзор всем пока пока